Те пара Дикий Энрике и Лотос Фист из ДРТ. Ну что, ребята, можете пикать и банить. И Дикий Энрике из Минска. Ты из Минска? Так, ну погнали. Чё мы? Чё тянуть? Всё, я начал банить. А, вот запустился. Так, чё у нас там происходит? Не будет караптера. Ну, слушай, это можно даже было не стримить. Ой, Лекса не удалилась здесь. Энрике, вам в Минске можно уже ланд собирать. Да, в целом. Много игроков. Оттуда. Так, первая будет Molten Falls, вторая Вокен. Может третьего что-нибудь поинтересней закинуть? А то я вечно... Руины, Molten, руины, Molten. Ковенант, давно играли вообще в этой игре? Как как она с этот Exile берите. Давно. Exile? А, блин, я баню. Стой, сейчас я вот это... Он показал, как надо играть в Exile. Ой, блин, блин. Канадцы, извини. Я хотел слишком взять то, что ты сказал. Сказал сам себе я баню и всё равно взял Exile. Ну, это... Сори. Это, конечно, фейл был только что. Давай тогда. Так, я первую баню понял, да? Я заперу твой пик, наверное. Да, блин, откуда ты знаешь, что это мой пик? Он, наверное, сделал домашнюю работу, да? Я предположил. Я предположил. Ну, типа, посмотрел, что у него много игр на Галене. Уже посмотрел, что у меня много игр на Галене. После наших дивизионов у всех будет блокнотик для Квейга. Конечно, мне и блокнотик уже не нужно. А, подожди, ты пикнул Галену? Да, да, да. То есть я забрал, да. Он забрал, да. Карл, подожди, а карта первая какая? А, Молтон? Молтон, да. Ой, блин. Галена, Молтон. Я предполагаю, что сейчас будет. Ну, Ranger? Нет. Нет. У меня выбор невеликий. Да, Viser. Я так. Пока попадаю или нет? Мне в это можешь говорить. Ну, ты попадаешь просто в стандартные банки. Сегодня, думал, за Ranger буду играть. Я еще цвет ему выбрал специальный, блин, белый. Ну, вот меня смутило то, что у тебя какая-то моделька такая, очень... Серебряный Ranger. Я прям сегодня его выбирал, чтобы за него играть. Серебряный серфер. Да, серебряный серфер. Но я не знаю. Ладно. Но я сегодня планирую. Я думаю, это будет финальный аккорд. Строк. Вон, Вики, Галенко тоже красивенькая. Еще что, и ее вместо слэшки не забойнул. А я не посмотрел, вероятно, зря. И мы как-то с ним играли, я не помню, на как он играет. Я просто помню, кто мне не нравится. Я помню, что он меня выиграл. И все, что я помню. Да. Так, Айзу, надуманный о Вокине. Интересно, выиграл тебя? Кастом были? Ну, это, наверное, было давно. Прям стандартные пики. Клач на Вейле. Интересненько. Да уже было. Я уже играл. Вот единственный раз, когда я пикал Клача, это был Вейл. Мне понравилось. О, это самый вот, кстати, фиговый пик. Но не для меня. Но вот именно скилла Бебра. Я не знаю. Мы прям вот тренились, играли прям вот с Друганом. В плане Клач против Скейла. И тот, кто был на Скейле, тот проигрывал. Ну, я не буду. Наверное, не твой Друган все-таки. Ну, у него, слушай, тысяча, наверное, рейтинг где-то. Так, все, заходим, да? Да. Да, да, да. Так, сервер Центр. Я, если честно, хочу, чтобы было три карты. Давайте попробуем. Чисто вот Клач и Скейл. Прям там будет мясо. Там будет, мне кажется... Там не будет рельсы, там будет просто ближний бой. Сейчас глянем. Так, я карика сделаю громче, а он очень громкий. Громкий у нас кастер. У нас первая карта. Он прям кричащий, кричащий. По-моему, он максимально спокойный такой, типа, сидит на Чиле. Он буйный, знаешь, за ним глаз да глаз нужен. У нас Молтон Фоллс. Так, Энрике лево, лотос справа. Галена на Вайзера. Готовы, ребята? Да. Да. Давайте, вам хорошей игры. Так, лотос фист уже замьютился. Да, он уже готов. Давай, я тоже пошел. Давайте, я замьютил. Все, поехали. Удачи. Ну что, погнали. Централен, да? Угу. Ну все, Вова, смотри, сильно не перебивай меня. Хорошо. Так, за кого первого начнем? Давай за лотоса. Угу. Угу. Ни разу не видела, как играет лотос. Сейчас посмотрим. Не, я его одну игру смотрел, комментировал. С кем? Не помню, с кем. С провизором, что ли? И как? То или не с провизором. Не, я уже не помню, с кем он был. Сейчас посмотрим. Что там будет показано? Ну, у него, насколько я помню, с распрыжкой, так, все было. В стрельбе все неплохо. Так, сразу берет хэвит, без дилеев. За... За Рокетом первым пошел. Нет. И начинает с машинкой стартой. Он не знает, где Глена, он не понял, что за джемпад. Ну вот, странно, конечно, пропускать рейл на этой карте. Ой, как пушка у него смотрит. Ну, слышал, сейчас он не сможет. Так, неудачный Энрики упал, но он не сумел убежать сюда. Вот, да, вот, Лотус не наказал его за это. Странно, что Энрики оставил хэвик. И не берет аптечку. Так, Лотуса все пушки. А вот тут нужно было стать лисы единственным. Что-то, Федя. А Энрики до сих пор без шафта бегает. Раскрыл свое местоположение. Интересно, да? Зря он голени отдает. Он не разбил тотем? Я не обратил внимание. Ну, да, он там стрельнул в верхнюю часть бортика и тотем чуть-чуть не разбился. Офигеть. Все, принимайся, шафтом. Боится его. Пока больше такая. То есть он все пустил в Лотус ракету и отогнал. Энрики. Не посмотрел он. Дилейт Энрики хэвик и сейчас примерно в одно время на каждое время заберут. Должен был услышать тотем. Два раза я его услышала. А у меня, кстати, по-моему, вообще нету звука тотема. Да. Я ее хочу хорошо слышать. Я насквозь. Так, Энрики надоело ждать. Пытается как-то... Все, обратно на хэвик. На шахт. Второй тотемчик интересный. После телепорта Энрики стоит. Да, кстати. Тотем не в прошлой игре. Он с Леной играл. Он поставил там тотем. Прям не очень хороший тотем. Все, надо забирать у Галли хэвик. И для Лотоса проблема, что он отдал хэвик. И, соответственно, все часики тоже были на стороне Энрики. Не знает тайминг лифон хэвика. И отдает. Надо было послушать. Но знает тайминг лифон хэвиком хорошо. Так, наказывает за неправильное выброоружие. Энрики, вот. И все, сам себя зажал. Не держит. А там тотем. И здесь тотем. Причем Энрики рельсу держал. Мог попытаться еще разу еще одну дать? Ну, смотри, 3.30, а счет не открыт. Ооо. Мега. Он не увидел. А то вот это маня, почему? Кстати, тем, что он поставил третий тотем, сбил себе самый первый, вот этот на Меге, который Лотос не смог флэшем забрать. И следующий Лотос уже нашел. Так что оверхилл у Энрики. Ну, в принципе, он сейчас восстановит ульту на третий тотем. Сейчас будет оверхилл. И нельзя ему хэвик отдавать. Но это большущая ошибка, что он отдает голение хэвик. Лучше хэвик контролировать. Задим. Да. Трюсовый парень. Вы бы сдохло от такой игры. Да? Динамит, динамит. Энрики предупреждал, что будет такая не сильно аркадная такая игра. Сколько тотем? Оверхилл. Смотри, он знает четко тайминг. За. Но проблема в том, что с этой позиции он был подштрафить голену на хэвик и потом пойти. по звукам он не очень ориентируется. Не услышал он про голену. Все, отжимать хэвик. Тут часиков дофига. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь часиков. Все собирать надо. Я говорю, голену то в общем хэвик нельзя оставлять, а когда со стороны хэвика все часики лежат, то тем более. Наверное. Песец. И из-за вот этого удержания позиционки лотос практически не ходит по маршрутам, где стоят тотены. У голена уже есть оверхилл. И сейчас откатится еще один дополнительный. Это то, что оверхилл, наверное, всю игру будет. Ну, очень похоже на то. Интересно, что он делает, если соперник берет фраг? Так, преимущество. Как он тогда это... Так, разменяли... Ой, два раза попал Энрифин. Нельзя Энрифин. Ой, рано-рано он переключился на рейл. Нужно было шаппить его тогда. Ловить, ловить. И потом добивать рейлом либо другую веку. Так, и сейчас... Нет, не пошел он к рейлу на часики. Мог там на затеме сгореть. Он выходит? Блин, мне кажется, тут все в тотем. Такой звук. В итоге Энрифин откушался. Идет на мигу. А у лотусов все очень печально. Все, это будет фраг. Неплохо. Нет, в плане позиции лотус занимается намного лучше. Да. Но не реализовывает их. И первый фак с Энрифином. Вот сейчас будет интересно, что он будет делать. Появляется с Энрифином. Появляется с Энрифином. Не побежал на хэви к лотус. Принцип правильно сделал, решил подштрафить. Правда, в итоге сам штраф. И получил. Не, в плане позиционной игры лотус правильнее действует, но не может это реализовать. Все. Чем-то бин-бамма напоминает. Вся карта за голеной. А не бин-бамма мимикрия. Наверное, учитель его. Ну и лотус ждет, как подширать. Дает один рейл. Ну, считаю, одинаково разменялись по урону. Ну, Энрифин просто рай тотем и там-то 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 там. Хороший. И штраф. Ну, подлавливает, подлавливает лотус. Ну, тут подлавлива и подлавлива, вон. Ну, да, из-за того, что в самом начале он дал. И в итоге сам делает очень глупо. Ну, впадает. Здесь тоже на мигу нельзя было идти. Нужно было в обход собирать пушки. Там как раз хэвик появился. Ну, вот тут без вариантов. Тут лишь шанс. Так, отнимает хэвик. Ну, запирает в тебя лотус. Ротиджам. Че там? Да можно было с таким стеком, можно было гнаться просто за ним прям туда. Слушай, а можно вообще здесь стоять? Куда дихать? Ой, прощай. Не, ну, за полторы минуты два фрага уже вряд ли сделает лотус, учитывая, что все в тотемах. Смотри, смотри. Интересно. И как ушел он от штрафа? Видел? Ну, он правильно, упал не прям на мигу, немножко правее. Если смотреть за ним. Штрафы не получает. Ну, минута осталось, нужно что-то делать. Нужно рисковать, тем более, и мигу, и хэвик лотус забрал. Нужно просто плюс в включать, бежать искать Галену. Убивать ее и потом по риску. А, ты играл с фотосвистом? Нет. Хотел бы? Хватило бы терпеть. А, ну так вот, я предлагал, учитывая, что у него меньше всех игр сыграно, но он может, в принципе, и со мной сыграть, и кто-то еще там был. А, и с микронином, соответственно. И со мной. А, ну да. Ну, я сегодня уже мало распаковалась. Ну, все, тут уже поповарение никак не забывает, вот. Нет, это понятно. Сушеный счет такой 2-0. Не, ну видно, что не его карта. Да? При том, что вроде как он правильнее во многих моментах тактически действует на ней, ну, в таких общих моментах. Именно саму карту Энрике получше ощущает. И против Галена, мне кажется, он не умеет играть. Ему нужно играть против Галена. Ну, да, да. Галене пространство вообще нельзя давать. Даже если ты ее не жмешь, не рашишь, ну, хотя бы заставлять ее по карте двигаться. Тем временем на параллельном стриме сыграли Лекс против ДРТ в Ап-7. 13-4. А я с ВАП-7 хотела сыграть, кстати. Его очень трудно поймать. Так, вторая карта у нас. Я здесь. У-фу. Вторая карта у нас Авокин. Дум против Айзена. Короче, первая карта, микро, 2-0. 2-0. Я только что подошел, видел, да, Энрике вы... Так. Думаю, Энрике и Айзена... Там Асинема сдает Бурика. А что, я не видела, Бурик что-то писал, что ли? Ну, что вы не пишете, а? Буречка. Так, ждем, когда Лотос Айзена возьмет. Мы с другого стрима пришли. Че там активно было на Инсомнии? У нас тут Молтон был такой завораживающий. Все, взял Лотос Айзена. Готов. Запускай. О, кто это такой? Ой, у Лотоса Фиста классная аватарка. Там в одну калитку. Ну, Лекс разыгранная сейчас, конечно. Вези. Поехали, вези. Вези, давай. Так, ну, учитывая, что у Лотоса с передвижениями проблемы у Айзена, может на этой карте помочь в занимании позиций, не отдавать с помощью туретки пушки противнику. То, что, думаю, на этой карте, конечно, навоки не очень мобильны. За кого? Да, Бурик и здесь, и там показывают. Приветствую. Так, за Энрике тогда начинаем в этот раз. А если на ульте был пробежаться, интересно, то можно? Наверное, можно. Думаю, что Энрике будет перескрывать. Но Энрике может и... Кстати, после нашего с тобой матча, который агент разбирал, я никогда не делаю больше мигу на этой карте. Это у тебя травма. Логическую травму получил. А, я же все забрала, по-моему, да? Да, я тогда все забыла. У него и Хэви. Зато ты шафтом был. Тоже неплохо. Неплохо улов. Так, хорошо под шрак. Лотус. Так, Энрике нужно подлавливать. Слышать и подлавливать. Ну нет, по звуку не сориентировался. Вообще, за спиной у него лотус оказался. Правильно, лотус побежал за ним, чтобы еще рельсу дать. Немножко не получилось, вернулся на мигу. В итоге не смог лайк собрать. Ну, просто повезло ему, что он не рухал, потому что... И оба Энрике сразу за это наказал. И первый фрак 5 за Энрике. Ой, опасно. Да, надо хабить. Не взял, он не лайфик, ничего. Кто ее взял? Энрике 100 на 100 остается. Лотус сейчас ситуация получше. Нужно ему как-то поддавливать. Тем более у него как напоминание. Первая игра должна сидеть в голове, что он бегал. Не мог найти. Ну, видно, что оба по звукам ориентируются. Так себе. Штрафят только когда... Ну, тайминги у них примерно у обоих есть. Ты куда эту игру будешь тратить меня? Эх, не попал в лоту с рельсу. Ну все, ты слышал, что он зашел сюда на рейл. Нужно его тут зажимать было. Эй-эй. О, Энрике без хп решил. А, видимо, он все-таки гнался не за лописом. Ты видела, где турец была? Да, застряла в этом. Текстурки застряла? Так, вот сейчас на мегу турецкую нету смысла лотосу ставить. Хотя Энрике все пушки собрал сейчас. Ну что, турецкой нужно проход между мегой и хеликом как-то заблочить. Найти место. Ждет лайт, лайт появился, лотус не слышит. Входит от лайт-армора. Сюда не пахнет. Не, торопимся, торопимся с выстрелами. Он легко это пальцебирает. О, вот это арест. Для турецки, кстати, на ракете хорошее место. То есть, здесь нему очень часто побегают. Прямо после телепарта или прямо на ракете? Не, прямо на самой ракете. Ну там, где себе его не дают. Оставим. А Энрике отдает мегу. Наверное, у него не возле лестницы. Все-таки тайминга на мегу у него не было. Хорошая рельса. Блин, на рельсах их для верхнего дивизиона. Опять же, Энрике чуть-то увереннее двигается по карте. Больше подстрафливает. Здесь нужно было еще один рейл давать в пост-сталк. Был, что-то один от него. И Энрике опять неудачно спрыгивает. Не хватает лотоса реакции на такие моменты, чтобы наказывать за это. И проверочная ракета в лицо. В одно и то же место лошадь ставят туретки. Оно место неплохое, но... Когда противник уже знает, где ждать беды. Нет, 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 нет. Возьмите, лучше с тобой не ставаться. Так, Энрике узнает, что лотос подстаный. Ждал его подрейлить. Все, здесь зажимать надо. Но у тебя полные стейки. Какие рейл ганы? С шастом заходишь и все. Все, отдал мегу. Решает держать позиционку. Ну, в принципе, если ему такой стиль игры больше подходит, то зачем себе ломать? Да. Ого, как закрутился. А лотос себя совсем уже зажимает на шафте. Только пытается с какого-нибудь угла выбраться, ему тут же штраф прилетает. О, че-то долго стояло. Так он хотел обмануть, но он же тайминга меги не знал. А Энрике как раз на мегу и убежал. Так что лотос, просто не повезло. Хорошо. И уверенно так спокойно. Прямо прессует. Но ничего не попадает. Сейчас отдастся. Скорее всего. Ооо. Лотос забивает, но нужно бежать до рейла у лотоса. Нет. Нет, у лотоса. И в итоге один патрончик из рейла ему Дикинрики одалживает. На тебе, поиграйся. Просто так отдал ту ветку, получилось. Ну, правда, за счет этого убежал лотос. Но тут ему не бегать, а догонять нужно. Вик, расскажи, Карик усыпляет, да? АСМР 3. Да, у Карика вообще, конечно, это... Он, короче, знает, как задушить публику. Нет, мы просто с микро две игры уже откомментили. И ты пришел такой весь спокойный. Да, у нас передача в мире Квейха. Еще игра такая разномерная. Ну, да, да. Оба не рашен. Рикки говорил, что у него последние игры все такие проходят. И, видимо, лотос решила в этом поддержать. Ну, и я как бонус сверху на это пришел. Да, вообще, все сложилось. Все звезды сложились. Все звезды сложились. О, чуть не налетел. А, еще что я хотел сказать. Получается, первый пик у нас Энрике. И по картам у лотоса был второй пик. И, соответственно, так как Авокин это самая популярная карта, в принципе, все более-менее на ней умеют играть. Учитывая, что у тебя только один пик в картах, это, наверное, был не самый лучший выбор. Нужно было лотоса придумать под себя. По картам. На этой карте всех проверяют. По этой карте можно Эллоу снова. Пришел, поиграл, откликнулся. Ой-ой-ой, вот этот второй прыжок с испугу Энрике нажал. Молодец, Энрике. В принципе, он там не вылетал. Цеплялся он за краю рампы. Энрике, с победой тебя. Второй за сегодняшний день. Последний прыжок в воду, это вообще шикарно. Рыбкой. Лотос лист. Так, тебе, конечно, Молтон очень интересный. Молтон был, да. Молтон был хорош. Мне даже, ну, типа, не важно, что там было пару киллов, типа, там в целом было круто. Да. Лотос решил тебя полностью поддержать в твоей пассивной игре. Это знаешь, испытания. Но там, типа, цена фрага была. Да, да, да. Там цена фрага была. Вы же видели, ну, если за меня смотрели, я пытался залетать несколько раз, но даже там с оверхилом, со стеком... Молтон, нет, Молтон мы за лотос смотрели. А, ну вот. Вот так получилось. А здесь уже, ну, здесь уже школа Скаржика, Респы, там туда-сюда. Это вот Авойкин, это уже дефолтная карта. Это опасный был пик. Ну, я старался, короче. А кто тебя учил в Дерте, с кем ты спаррингуешься в Дерте? Не с мимикрией, случайно? Ну, мы с ним редко по сей деньгами играем. Так, кто согласится, ребята. Ну, просто стиль похож очень на Молтоне прям. Я смотрела, и было ощущение... На Молтоне самая большая проблема была, что ты отдал Галени не ту часть карты совсем. Да, да, да. У него был хэви, у него были все часики. Блэк Санс, это как зарегистрироваться в вашем шоу Турики? При этом в плане позиционки ты места, ну, лучше него перед драками занимал, но не удавалось тебе реализовать их. Сейчас я дам кому написать. Ну, не знаю, перестреливает, мне кажется, он все-таки преимущественно, ну, получше видно стреляет. Он опытный, он опытный. Я бы сказал, по стрельбе у вас примерно одинаково. У меня рельса порой идет, порой не идет. Вот сегодня нашла. Вот вчера, допустим, когда я играл с суровым провизором, у меня на этой же карте было там, наверное, 20 с чем-то процентов. Ну, да, я типа там выиграл, но я просто понимал, что мне надо было другое оружие брать. А здесь прям флики заходили. Да, фликовые были рельсы, прям хорошие. Блин, а как узнать? Я догоняю еще плохо. Вот это, конечно... Да, да, вот с передвижениями у тебя есть проблемы. У меня очень корявые передвижения, поэтому я понял, что если буду проигрывать, ну, как бы отдам какие-то в самом начале, просто тупо не догоняюсь, и все. Не знаю, мне как-то... Вообще, если против тебя играл чувак, ну, я почему с тобой сейчас так играл? Потому что, когда мы с тобой попали... По-моему, в рейтинге мы играли, или где-то... Да, ты меня раскатывал, потому что я... Нет, 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 ты меня перепутал с кем-то другим. Да, значит, с TRT с кем-то играл, я не помню, значит. Наверное, с Лехой. Мы когда с тобой играли, мы с тобой играли на Deep Embrace, и еще где-то ты меня там... Да, значит, ну, я почему-то думал, что... Мне перепутал с кем-то другим. Кто у вас играет на Анарке? На Анарке Бимбам играет, и... Black Sunset... Ну, и Мимикрия тоже играет на Анарке. Наверное, значит, Бимбам я проиграл, но в дивизионах мы с ним более ровно сыграли, да. Если захочешь поучаствовать, после дивизиона, скорее всего, турнирчик будет. Но это вопросы к мисс Джонсу. Жейкей, либо Мурчик. Заходи на... В Дискорд, я скинула ссылку. А, ну да, Юля тебе в Дискорд скинула, да, там, в принципе, можешь... Там поищи, или меня, или Мега Мурчика. Ну, лучше Мега Мурчика вам все расскажет, покажет. Это мне сейчас говорят? Нет, 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 нет. Отвечай, я испугался. А, это новый человек, да, какой-то? Да, новый человек нашел, хочет тоже зарегистрироваться в это шоу. Ну, все. В твоем случае, вот, на Авокине Пикайзенов был очень хороший, учитывая, что проблемы с передвижениями. Я надеялся, ты будешь, ну, за счет туретки, да, как-то блокировать Энрике некоторые айтемы. Ты что-то в самом начале ее в одно место ставил. Ну, мне как-то туретка вообще, вот, типа, не помешала. Как-то, то ли я выходил оттуда, откуда надо, но, черт его знает, ну, повезло, может. Ну, это на игры, наверное, должна быть. С табуреткой нужно знать места. Да, из-за этого не играю, просто так подумал. Плюс, против Дума, Авокин тяжело играть, из-за его мобильности между центром. Можно было попробовать первую карту. Ну, там, туретка, она провалилась просто в текстуру пола наполовину. Да, я что-то даже не видел. Да, я тоже не видел. А что делать, если она проваливается? Не, ну, там видно было... Она боевая в это время или? Да, да, боевая. Там верхушку было видно, ее Энрике ракетами забрал. Хорошо, ребята, я останавливаю стрим. Сейчас решим, кто там... Но если бы он зашел чуть ниже, ну, с Меги, то он бы в нее ракетами так не попал нормально. По-моему, у ребят на параллельном стриме еще не закончилось. Я могу туда перевести, кстати. Мне, я жду, когда они закончат с фабом, буду играть. Ты, если хочешь, можешь постримить. Может, с Лотус, там, с Микро сыграет. Микро вроде хотел. Да, да. Да, я готов сыграть следующую подряд. Хорошо. Выбирай с микронимом или с... Так, пока мы перезапускаемся, я рейд сделаю на игру параллельно. Параллельно тоже нашего дивизиона. Кстати, новенький стриминг. Так, ладно, решайте сейчас. Да, сейчас микро возьмем. Так, сейчас я рейд сделаю. А ты шо, умеешь? Да. Не хуахуа. Да. Продолжение следует...